Мальчишки ловят рыбку Так, где-то я опять еду Я только что выехала из Джексонвилля Ой, как много рыбы, как много рыбаков Я еду на 17-ю трассу Я ушла со скоростной 95-й трассы на 17-ю Потому что я ее часто беру, когда еду домой отсюда Она совершенно безмашинная Я там всегда еду одна, когда-никогда там одна машинка попадется Я еду по лесу, тишина, покой И там можно развивать скорость, ну, вплоть до 80 миль в час И она более прямая до Орландо То есть если 95-я все-таки идет по океану То вот эта 17-я, она идет напрямую до Орландо То есть я хочу избежать трафика И хочу избегать отчетыре полосы Где машины несутся как сумасшедшие И ехать спокойненько по лесной дороге Через лес Кайфовать, петь песни, слушать музыку И последнее известие На нас идет ураган Мэтью Он первый ураган категории 5 Самая высокая категория Самый, самый, как бы, тяжелый ураган Самый, самый сильный ураган С 2007 года То есть вот 9 лет такого урагана не было Но он теряет свою силу потихонечку Он находится сейчас в Харибском море Недалеко, ну, как бы, далеко-недалеко Но недалеко от... Господи, как же это... Как же это пустой-то назвать? От Пуэрта-Рико И движется на Кубу На Джамайку и на Кубу Но уже когда он подойдет к Кубе Он уже потеряет свою силу И будет, наверное, категория 2 И потом он пойдет через Атлантический океан Крылом, конечно, зацепит Флориду Но будут у нас, конечно, только дожди И опять-таки он потеряет силу до категории 2 Поэтому не так страшен черт, как его молюют Но, конечно, когда я ехала сюда Несколько дней назад в Джексонвиль Я слышала, что это был просто тропический шторм Он зародился Потом он изменился тропического Набрал немножко силу И стали предполагать, что это будет ураган категории 2 И вот он набрал сил Сейчас он душует у берегов Доминиканской республики 145 миль в час ветер Там вот этот глаз, этот А его На 145 миль Это если 1 миль, 1,6 километра Ну, будем грубо говорить 150 Ну, будем говорить 145 плюс 80 Это 200 с лишним километров в час Вот такой силы ураганный ветер сейчас В Карибском бассейне Недалеко от Доминиканы И от Пуэрто-Рико Что там, конечно, сейчас творится Одному Богу известно Но это, опять-таки, там показывают по карте Это не ураган пятой степени Пятой категории Ураган четвертой категории все-таки То есть ураган пятой категории Ветер, по-моему, должен быть вообще там где-то под 170-180 миль в час Но все равно, конечно, это очень сильный ураган И, как всегда, он пройдет мимо нас вон сколько лодочек Он пройдет мимо нас, он зацепит нас лишь крылышком Конечно, вызовет дожди Вызовет, может быть, порывистый ветер Так Так, Green Cove Springs Ой, сколько лодок там Сколько, сколько там лодок Ну, понятно, там все Там территория вся покрыта водой Мерч, вот на дороге написано Мерч и стрелочка Мерч, это имеется в виду, дорога сужается Куда ты несешься? Куда ты несешься? Позади меня ели Тут 45 миль в час Я еду 50 Тебе мало? Ага, прямо Ну и давай дыши Я сейчас вообще 30 буду ехать Вот терпеть не могу, когда прицепится сзади И прямо дышит взад Ну, вот так и едет, пожалуйста Можешь обогнать меня, пожалуйста Отцепился немножко, отцепился Понял, что я сейчас буду его держать на курортковой стене И вот по такой дороге мне ехать 120 миль до Орландо Ну, тут такая достаточно широкая дорога Две полосы с одной стороны, две с другой А потом она сузится, будет одна полоска туда, другая сюда Да, вот 60 миль положенная возможная скорость Ну, где 60, там и 70 И вот такая вот будет вся дорога Оттуда там две-три машинки идут И позади меня вот две машинки плетутся 60 миль в час ограничения скорости Ну, опять же, как я уже много раз говорила По таким трассам можно ехать 70 Никто никогда не остановит А можно и 80 Дорога прямая-прямая Вот такая красивая, со всех сторон ограничена лесом Окружена лесом Будут, наверное, и буду проезжать через какие-то городки Ну, буквально там два-три светофора мне по дороге встретятся Какое озеро было красивое с правой стороны Я хочу сказать, что вот эта трасса Я тут еду с такой же скоростью Вот сейчас у меня 75 миль в час С такой же скоростью, как я еду по I-4 По скоростной По I-95 или по I-4 Но Дело в том, что та трасса Она скоростная, как я уже говорила Там 4, а то и 5 линий в одну сторону и в другую Движение, конечно, сумасшедшее Машины подрезают Эти фуры иногда задними колесами выезжают на твою полосу А вот здесь, ну, как видно Вот свидетельство Никого нет ни впереди, ни сзади Сзади одна машина осталась Так, куда-то свернула Вот сзади какая-то легковая машина едет, наверное В метрах, наверное, в трехстах от меня И все И вот так я буду ехать всю дорогу до Орландо Чистота, красота Не тебе машин, не тебе страха за этот трафик Где-то сейчас я найду, остановлюсь Заправлю машинку А что это такое? Green, 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 что это? Это, наверное, я не знаю Что это такое? От Орхидеи Это фирма по выращиванию Орхидеи Тут очень, тут это очень, как сказать, хороший бизнес Люди выращивают Орхидеи И все магазины продают Орхидеи По всей видимости, просто сдают куда-то их на продажу Шикарная, конечно, дорога Как я уже сказала Впереди небо облачка И вот так я буду ехать, ехать и ехать Под музычку, под какие-то рассказы О выборах, там, о том, о сем И так далее Вот эта вот машинка меня обошла Которая плелась позади Сзади ни одной машины И впереди, вот как видно Так они встречаются Когда-никогда Шикарная, конечно, дорога Альтернатива 95-й И даже, можно сказать, тысячу раз лучше 95-й Я всегда стараюсь избегать Вот эти скоростные трассы Когда я еду на Майами Я беру 441-ю трассу Я тоже еду через лес Вплоть до Вест-Палм-Бич Там эта дорога заканчивается Приходится выезжать на 95-ю трассу И так, сейчас я еду в сторону Город, называется Палатка Так прикольно Где ты живешь? В палатке А на самом деле Не в палатке ты живешь А в городе Палатка И все равно Ограничение скорости Все равно 60 миль Несмотря на то, что сейчас Проехала какой-то участок И вот мотоциклисты Байкеры Опять на какой-то То ли рекой проехала То ли каким-то ручьем Как много здесь воды В сети офф Палатка Палатка, мол, Джесси Пенни Синема И так далее А я-то тоже когда-то проезжала Да-да-да-да-да Помню, почему-то помню По каким-то По каким-то Мелким штрихам Но ощущение, что я здесь Уже когда-то проезжала Хотя, если честно Я не помню, чтобы я проезжала Через город Палатку Через центр города Я где-то проезжала Да, но и Не думала, что здесь Вот слева и справа Беглад Куча магазинов Опять продолжение Этого мола Итак Вудис Вудис Сент-Джонс-Авеню Тут 45-40-45 миль в час Потому что город Сейчас вот быстренько закончится Город небольшой И я снова буду шпарить 80 миль в час Теперь через палатку Я вышла на 19-ю трассу И еду на Саус На юг 55 Опять Вот минимальная Максимальная скорость Но опять же Сейчас будет 60 Потом будет 70 И вот опять же Вот эта такая трасса Будет тянуться До самого До Орландо До Опопки Я думала брать 17-ю до Орландо Но так как мне нужно В Опопку Я взяла 19-ю трассу Вот такая По лесу По лесу Кое-где будут встречаться Какие-то домики Какие-то, может быть, поселения Мне ехать 60 миль Почти 57, будем говорить, миль До До съезда с этой трассы И там еще чуть-чуть Немножечко рукой подать Ну, в общем, показывает мне мой Моджи Бес Показывает мне полтора часа Ехать мне до места назначения Похопки И вот на знаке На знаке был медведь Переходящий дорогу То есть осторожно Медведи переходят дорогу Но не имеется в виду Именно медведи Но, скорее всего Наверное, чаще всего Медведи Ну, понятно И косули И олени И дикие свиньи И все, что угодно Да Опять какой-то мост Я думала, не туда съехала Дорога разветвляется И вот пошла правильно 19-я Так, что у нас там? А там река Боже, какая красивая Это, наверное, Сент-Джонс Не, это Сент-Джонс-Ливы Самая-самая кишащая крокодила Америка Ну, во Флориде В принципе, везде крокодили Это, что там будет Кросс-Флорида Гринвей Вот только что проехала Мосточек Оказывается, здесь еще есть Оклахома-Ривер Вот, честно говоря, ни разу не слышала Такая узенькая речушка была Под названием Оклахома Пожалуйста, не хуй Так, пять миль осталось До соленого источника Я когда-то делала видео отсюда Въезд в этот парк стоит 6 долларов Это не стейн-парк Это как бы частная территория Частный парк Но я туда, конечно, уже не поеду Во-первых, я хочу спать Я опять всю ночь не спала Я в 6 утра уснула В 10 проснулась Сейчас остановилась на заправке Заправила машину Купила себе Две бутылки Старбакс-кофе Четыре шата, получается Этого я выпила Кофеечка Хоть немножечко глаза открылись И вот он Мираж на дороге Кажется, что впереди дорога мокрая На самом деле дорога горячая Раскоряченная Поэтому Вот этот вот мираж Так называемый Видимость воды Вот, как будто мокрая-мокрая дорога И вот она исчезает 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 Так интересно На самом деле Дорога абсолютно сухая Вот сейчас передают по радио Что на Кубе Американские Не знаю Или какие-то Какие там американские базы Могут быть на Кубе Ну, во всяком случае Там американцы Начинают эвакуировать С Кубы Потому что Туда подходит этот ураган Который, как я говорила Сейчас Четвертая категория урагана Порывы Ветер 145 миль в час Это где-то 200 Будем говорить 210-215 км в час Вот такая сила урагана И оттуда Они уже будут Следующая эвакуация Будет производиться С доминиканского Остров Доминикана Интересно Энтерин Марио Марион Каунти Графство Марио Я до сих пор не знаю Тут очень много графств Во Флориде Ну, как я живу Оранж Каунти Алла живет Ой-ой-ой-ой-ой Как же Дювал, по-моему По-моему, да Каунти Сложно И вот эта такая дорога Будет тянуться У меня еще Ну, будем говорить Около 50 миль Так, 45 миль в час Потому что, видимо, вот Городок какой-то Центр какого-то городочка Что за городок Флеймаркет Сатурдей Поехать Заяхать на мне На флеймаркет А заеду Что я Собственно, никуда не тороплюсь Поехали Интересно Посмотрим Я тут ни разу не была Салт Спринг А, это я уже приехала На соленый источник Источник Салт Спринг Так, и где И где наш И где Извините Вот мед продают С левой стороны А где Сам рынок-то где Ха Тут тоже вот что-то На машине продается Что-то сзади Стоит Или это просто так Или Не донесли Да Ой-ой-ой Какой там хлам Боже Машина вся захламлена Как он там По всей видимости В этой машине живет Дяденька Какой-то Ну ладно Бас Спорт Синкаунти Стор И паб Ну в паб Мне не надо Пиво Мне не надо Поехали Обратно Сейчас покажу Какая захламленная машина Вижу там этот Дяденька сидит Ест в кустах Не в кустах А там столик В кустах стоит За этим Сейчас я покажу Пройду И вот он бросил машину Оставил Видимо там у него Воняет в машине Он оставил Дверцы все открыты Вот я мимо Продкрасная машина Вот она Вот она Вот она Она такая вся Это Сколько там Мусора в ней Он оставил Открытую дверь И вот он Видимо в ней живет Там все у него падает Там чего только Чего Только Чего Только Вау 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 Трепья Все Боже Загажено Ну ему хорошо И ладно И слава богу Ну мне какая разница Так Роу Хани Как бы сказать Свежий мед Роу Как сказать Сырой мед И там Какие-то Ааа Вот он Этот Вот он Продюс А я мимо проехала Ладно Поехали дальше Все Поехали 45 миль в час Потихонечку Проеду А там уже Будет хорошая скорость Вот все время говорят Каждый день говорят Что в Майами Были случаи Укуса комаров Которые Принесли с собой Заразили людей Это зикой Вот этот вирус Какой-то зика И здесь Были несколько женщин Рожали детей Сейчас Сейчас Секундочку Секундочку Вот опять Вот опять знак Где Вот Медведь Переходит дорогу Вот Next 16 miles Да Я по этой дороге ездила Следующие 16 миль Будьте осторожны Потому что Медведи Переходят дорогу Да Да Вот тут Я была Да Сейчас Мне только бы Правильно поехать Куда бы мне Ага 19 Вот она Да Да Вот тут Я останавливалась Спрашивала Женщины Дорогу Да Все Поехали 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 Так вот Женщина Которая была беременна Ее укусил Этот комар И заразил ее Зикой Этим вирусом Что-то там случилось С ребенком То ли ребенок Неполноценный Рождается То ли В общем Какая-то Нехорошая Такая Фигня Боже Какая красивая дорога Вот еще 30 миль Мне ехать Вот по такой Красивой дороге По лесу Изредка Изредка Будут попадаться Машины Сзади Ни одной Машины Впереди Сейчас Впереди Тоже Ни одной Машины Нет Вот одна Одна Появилась И вот Едь И кайфуй Боже Какая Рекреэйшн Сайт Give us a call Позвони нам Give us a call Ах Красота Какая И теперь Вот такая Как стиральная Доска Дорога Тудим Сюдим Тудим Сюдим Вот сейчас Она будет Подниматься Потом снова Опускаться Потом снова Подниматься И опускаться Вот Поднимаемся Опускаемся Вот одна Машинка Мне навстречу Идет Дорога Чистейшая Красивейшая Солнце Все Залито Боже Какая Сказка Сейчас Опять Слушаю Новости Немножко Там Пропустила Пока Я Выключаю Камеру И выключаю В этот Момент Радио Сейчас Наверное Я уже Запишу Все Что Говорят По радио По поводу Вот этого Грядущего Урагана И вон опять Будет подъемчик Снова Спуск Вот одна Машинка Появилась На горизонте Боже Сказочка Сказочная Сзади Никого И вон далеко Впереди Машинка Кайфовая Дорога И я Больше не буду Ездить Джексон Или по 95 Трассе Кстати Та машина Даже пропала Или это Была даже И не машина Вот какая Шикарная Трасса Еду себе Одна В такой Красоте Единственное Что На меня Может Выскочить Медведь Никаких Тебе машин Рядом Никакой Тебе Опасности Ничего Ага Вон она Машинка Вон она Далеко Далеко А сзади Вон у меня Просматривается Далеко Дорога Ничего Не видно Ни одной Машины И вот Я сейчас Иду 70 миль В час Понятное Дело Здесь Полицейского Просто быть Не может Что ему Тут делать Собственно А ему Абсолютно Здесь Делать Нечего И Никакой Дурак Здесь Стоять Не будет Потому Что трасса Пустая И хоть Ограничение Здесь 55 Тут Нужно Собственно Все Стоп Зажигать Как я По 441 Когда-то Ехала На Вот Монг Это Показался Еще На Майами Когда Ехала Сказочная Дорога Сказочное Небо Если бы Еще Немножечко Дождик Пошел Но Сегодня Без Дождя Завтра И Послезавтра К нам Уже Принет Дождь Который Принесет Обрывки Урагана Кайф Сильвер Клей Что там было Сильвер Кто-то был Серебряный А кто Серебряный Был Так Я не знаю Дождик 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 When you're talking about increasing towing payload, there's things that have to be taken into consideration. Larger rear sway bars, you know, adding probably an add-a-leaf to your spring set on the vehicle. Those types of things are driver-wise to weigh excessively more than the vehicle that's doing the towing. activates sistema. It's going to be able to accommodate the extra tongue weight and other things you need to think, good synthetic fluid transmission with the AMSL and the differential. That way you've got it kind of set up. And then of course you want to make sure too that you have a brake system an electric brake system Толька что опять говорили по радио по новостям что где-то в каком же штате Короче говоря, опять полицейский застрелил афроамериканца. Это опять сейчас начнутся скандалы, опять начнутся погромы, потому что все возмущаются, что слишком часто полиция, превышая свои полномочия, просто убивает, стреляет и убивает насмерть вот этих афроамериканцев, молодых пацанов. Ну, как бы можно было избежать, и как бы угрозы никакой не было, но почему-то они их стреляют. И после каждого такого случая черное население, конечно, вздымается на дыбы, и, ну, проходят, если не революции, то какие-то во всяком случае... Так, что там, что там, что там? Люди выходят на улицы, начинают громить машины, начинают бить стекла в магазинах и прочее, прочее. Ну, как бы высказывают свой гнев, потому что просто как бы идет отстрел чернокожего населения. Ну, это так они считают. Итак, я доехала до State Road 40, и вот мне уже по этой трассе совсем немного осталось. Сейчас я посмотрю, сколько мне там совсем немного миль мне осталось. 15 миль мне осталось до поворота на BN3 Road. И, собственно, я уже буду скоро в окопке. Мне уже совсем недалеко осталось. Ага, далеко-недалеко. Мне еще ехать 44 мили и 1 час. Ну, почему я несусь 80 миль в час? Не знаю, почему. 44 мили я пройду за полчаса. Поехали. Алту на 16, ЭОСИС. И вот опять медведи переходят. Вот опять. Следующие 14 миль, медведи переходят дорогу. Будьте осторожны. Entering Lake County. Вот я въезжаю в Lake County. Lake County. Lake County это опять же графство. Графство Lake County. Крафство Lake. Просто озеро. Highway Patrol. Поехали дальше. Помню, навстречу одна машинка идет. И далеко-далеко впереди меня тоже машинка идет по моей линии. Как сказать. Горевший лес. Вон, одни деревяшки норчат. Мишел. Давай едь. Че ты едешь так медленно? Такая шикарная дорога. Ограничение скорости 55 миль. И он едет 50 миль. Ну что ты будешь с ним делать? Ну вот че тебе не едется нормально по-человечески, по-взрослому? Я бы сейчас обогнала, но там впереди машина едет мне навстречу. Так, может быть, сейчас смогу? Да. Смогу. Ну что ж ты так ездишь, ты? Чокчарелла, блин. Просто Чокчарелла. По-другому тебя никак не назовешь. Или ты просто прогуливаешься, тебе делать нечего. Хм. Дорожка, конечно. Дорожка, конечно. Тут уже, смотри, люди живут. Пошли дома, стоят Александр Спрингс. Ой, как бы туда надо было заехать, мне на Александр. Но это, нет, не сегодня. Шикарный, конечно, шикарный тоже источник. Просто обалденный. У меня есть оттуда видео несколько лет назад делаю. Ой, там вообще сказочное место. Нет, ну не сегодня уже, ладно, не сегодня. Хиллари Клинтон не изменил воспоминания себя. Большинство людей не верят ей и не любят ее. Это про Хиллари Клинтон говорят. Пошли наши ели, Крымские. Сегодня 40% вероятности дождя. Маленький-маленький дождик. Есть только капель. Опять зика-кейсис. Ого. 16 новых случаев зика. Включая три Оранж Каунти. Почему-то именно в Майами. В каком-то районе Майами. Разбились вот эти каморы, которые заражены зика. Думают пас, не обгонять. Ага, ты можешь потерять 40 паундов за 40 дней. В смысле 20 килограмм за 40 дней. Думаю, что вы слышали, что Ларри Перри, маги-механик, экстолд the superior quality and value of AMZOIL products, but many of you still do not know where to find AMZOIL in Central Florida. Well, get a piece of paper and pencil and take some notes. Because I'm going to tell you where you can find AMZOIL in Central Florida. Батай бумагу и карандаш, и записывай. Ну и что, теперь ты будешь медленно ехать. Ну и что, теперь ты будешь медленно ехать. Валя, валя. Эй, наобидо. Ace Hardware. Hardware. Villages. Это название поселения. Villages. Here's your chance. Hop, 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 hop. Алтуна. Я объезжаю в Алтуну. Итак, Алтуна – это населенный пункт. Ограничения скорости не было. Почему они так все тормозят, я не знаю. Это какой-то тоже населенный пункт, какой-то городок. Ну, тут понятие такого, как бы городок, не городок. Тут сити-лимитс и все это сити. Так. Там можно покататься на лошадях. Было объявление. Boys Ranch. Ранчо для пацанов. Или пацанское ранчо. Так. Да, я ж тут совсем недавно ехала. Опять же, все это помню. И вот они. Ранчо, ранчо, ранчо. Пошли ранчо, ранчо. Пейтон Гринал. Голосуйте за Пейтон Гринал. Так. Магазин нет. Нет, туда тоже нет. Рана Джастис. Выбирают судьи, выбирают местные органы власти. Сейчас вместе будут выбирать, голосовать будут за президента. И заодно будут выбирать местную власть. Так, 40 миль в час. Дунут пас. Я не собираюсь никого пасить. 40 миль в час. Поехали по этому маленькому городку, который называется, опять же, как я уже сказала, Ал-Ал-Ал-Забыла. Так. Сегодня у нас 1 октября 2016 год. Уже должна быть везде глубокая осень. Ну, у нас еще тут глубокое лето. За бортом около 30 градусов тепла. Утром, так, достаточно прохладненько, 25. Пять. Окей. Thank you, Zelda. Thank you. Thank you. Thank you. Ой, как я не могу так-так вот это грит язык высовывать. Thank you. Я просто грит. Thank you. Thank you. Так. Здесь. Красотка моя. Здесь? Да, здесь. Left. Ну, поехали на left. Turn left. Окей. Orlando. Нет, не Orlando. Это D-Land. Ой, это ж не здесь. Господи, чуть на заправку не заехала. SR 42. Я заправлялась в 2.09, там в Джексонвилле. А тут 2.05. На 4 цента. Ну, это вообще копейки. Разница вообще копейки. So good. Continue on to county road 42 east. Окей. Итак, D-Land. You are the fastest room. You will arrive at 4.20 p.m. Спасибо большое. Большое. Zelda, моя дорогая. Так, это опять же город. По городу быстро передвигаться нельзя. Ну, сказали 35, значит, едем 35. А куда деваться? Надо только подчиниться. Obey. Obey the law. И вот пошел городочек. Do not pass. Не обгонять. Я не буду, я не собираюсь никого обгонять. И вот они пошли такие маленькие. Маленькие, немаленькие домики. И mobile home. И такие большие участки земли. У них, потому что... Ну, это больше, конечно, как фермерские угодья здесь в кругу. И вот тут вот, как бы в центре городка, такие вот несколько домиков, которые стоят рядом друг к другу. А вообще, конечно, я проезжала сплошные фермы и ранчо. Ранчо и фермы. Хотя, честно говоря, не знаю, что такое разница между ранчо и фермой. Но, ну, какая красота. Ну, для меня это пока, это для меня, собственно, одинаково. Что раньше, что ферма. Это школа была. Такие красивые старинные деревья нависают. Ой, как я люблю. Вот такие вот. А те склоненные на ту сторону все. Как будто ветер на них дул, дул, дул и не задул. У нас на Апетре, на плоту все деревья. Ну, понятное дело, на юг склоненный северный ветер. И там кто-то когда-то высаживал березки. Они такие все скукоженные, перекукоженные. Видимо, их так ломало, их так било на этом ветру. Там же постоянно ветру гонячь. А вон лошадушка стоит, моя красивая. Вон синяя машинка, и вон лошадка с белыми копытцами. Вон она, девочка. Мы сзади никого вообще нет. Девочка-то или мальчик. Полюсенькая такая. Так. Красотовичка. Так, ну что у нас там опять по радио? Давайте, рассказывайте за урагам. Нет. Я столько лет здесь жду урагана. Хоть посмотреть, хоть, чтобы прочувствовать на себе эту бешеную мощь природы. Это буйство, буйство этого, как сказать, ветра, дождя. Вот опять осторожно, всадники переходят дорогу. Вот они опять пошли. Фермочки, фермочки. Вот 55. Ура! Можно ехать быстро. И сколько лет я жду здесь ураган. В 2007 году на нас, на центральную Флориду. Это мой бычок, он какой стоит толстенький. На центральную Флориду надвигался ураган Катрина. И я, конечно, я так уже вскукожилась. Думаю, ой, ой, как это будет, что это будет. Приготовила камеры. Думаю, вот, 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 вот. Я буду в центре событий. Мне так было интересно. Почувствовать на себе вот эти вот, вот эти бешенства этой стихии. А потом что-то Катрина подумала-подумала, передумала, развернулась и пошла на, и пошла на Луизиану. Затопила там все, подтопила там все. Но нас только зацепила крыльышком. У нас только были немножечко, ну, такие. И были какие-то небольшие порывы ветра, такие не ураганные, нет, далеко не ураганные. Ну, дожди какие-то прошли, да, не без этого. Ну, как такового урагана здесь, я вот за 12 лет здесь, живя здесь, я урагана не видела. Я помню, когда я только собиралась в Флориду, я вообще понятия не... Мы когда с Дугласом познакомились, я даже не знала, что, где находится Флорида. Я знала, что есть Соединенные Штаты Америки. А какие там штаты мне там... Он опять с левой стороны лошадки гуляли. А какие там штаты, оно мне было 300 лет не надо. Как, наверное, американцам не надо было знать обо всех республиках Советского Союза. Оно им надо, когда ты живешь в своей стране, и тебе мало интересует, что там делается за пределами твоей родины. А потом, когда я уже конкретно собралась сюда ехать, думаю, дай-ка посмотрю, что же такое Флорида. И первое, что я нашла, что во Флориде бушуют ураганы, что во Флориде бывают такие страшные... Нет, нет, цунами не. Цунами это только в основном берегов у берегов Японии. Нет, не цунами, а вот эти твист... Твистер, твистер, как они называются? Торнадо, торнадо. Я думаю, боже, куда я еду? Куда я еду? Какой ужас! Зачем? И когда я сюда приехала, первое, что сказала Дугласу, говорю, давай выкопаем подвал. Потому что я смотрела этот фильм американский, Твистер. И когда пришел вот этот вот так называемый твистер, опять же, сам был, как он закручивает, который... И как они спрятались в подвале, схватились за эту ручку, не могли пристегнуть эту ручку. И в итоге, как люди спаслись. Дуглас меня смеется, говорит, какие у тебя ураганы, о чем ты кричишь, какие торнадо. Хотя в 2004 году, когда я еще была в Крыму, в 2004 году прошел сильный ураган. Забыла, как его звали, то ли Эндрю, то ли не Эндрю. И он сильно зацепил всю Центральную Флориду, Майами и Центральную Флориду. И там где-то, где-то прошелся хорошо по Флориде. Очень было многое. Вот эти все столбы лежали здесь вдоль дорог. Крыши посрывало. Было, конечно, бух, как сильно было. Но я была еще в Крыму. Я приехала сюда на следующий год, в 2005 году. И с тех пор тут не было ни одного урагана, ни одного, вообще ничего не было. Так что бояться не надо. Если ураган придет, то во всяком случае, если вдруг он будет приближаться к вашему, как сказать, району, где вы живете, к вашему городу, в котором вы живете, вас предупредят за несколько дней до этого, вам предложат эвакуироваться. Либо вам предложат собрать вещи, все, что вам нужно, и перейти в специально оборудованные помещения. Например, библиотека местная у нас, которая построена из литого... Как сказать? Ну, короче, мощная библиотека, которую никакой штурм никогда не снесет. Есть такие вот убежища, так называемые, вот такие мощные здания, монолитные, где людей собирают вот в таких ситуациях, там и питание горячее, там и кровать, и одеяло, и подушки, и все, 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 что нужно, все дадут, все принесут. Написано хей. Хей – это сено. Продается сено. Ха, разрисовали. Сено в американский флаг. Так что бояться не надо. Очень редко, когда людей предупреждают, люди куда-то эвакуируются. И очень редко, конечно, люди идут вот в эти вот убежища. Сколько я смотрела, было ураганов здесь на территории Флориды, на территории, туда севернее были ураганы. И как-то люди не особо, не особо двигаются с места. Многие остаются, конечно, многих... Бывают моменты, что кого-то заливают, бывает, люди даже погибают не без этого. Ну и вот в Луизиане, конечно, люди погибли, уж не помню, сколько там количества человек погибло, но были жертвы, потому что Луизиана, вот этот город... Какой же город пострадал, старинный этот город? Он находится ниже уровня моря, и его постоянно затапливают. Там же рядом протекает река Миссисипи, она просто выходит из берегов. Ну и так как город сам находится ниже уровня моря, понятное дело, что следует ожидать. Следует ожидать, что город будет затоплен. И все равно после, каждый раз, когда его затапливает, и когда... Clearwater Lake. И когда людей эвакуируют... Сейчас, секундочку, сидит, что-то это... И, как сказать, удаляются последствия, восстанавливают город, опять люди начинают жить, и опять ждут следующего потопа, и опять жертвы, и все это прочее, я не знаю. Я бы, например, если бы... Если в моей жизни существует какая-то вероятность, какой-то опасности, конечно, я буду об этом думать всегда, и если, к примеру, это место постоянного затопления, и тем более находится ниже уровня моря, я, конечно, никогда там поселяться больше не буду. Но вот почему-то люди живут там, и поселяются по-новой, восстанавливают дома, и снова там живут. Хотя можно было получить страховку, взять эти деньги, и купить себе что-то другое в другом районе, ну, там, в другом штате, либо просто в другом городе. Как же этот город называется, господи? Welcome to Pasley. Я хоть туда еду, или не туда я еду? Ты хоть меня туда ведешь, или не туда ты меня ведешь? Мини-маркет. Сейчас я куда-то остановлюсь, потому что что-то, мне кажется, она меня не туда ведет. Ты меня вообще туда ведешь, или не туда ты меня ведешь? Зелда. Чуть-чуть-чуть, 35 минут еще. Так, библиотека вот, местная библиотека. Ага. Вроде бы, да, вроде бы сюда она меняет. А я заболталась, заболталась, заболталась. Нью-Орлеан, город Нью-Орлеан, в Луизиане, штат Луизиана. Как я уже сказала, который находится ниже уровня моря, и там, конечно, его постоянно-постоянно там одно и то же происходит. То ли Миссисипи просто выливается из берегов, затапливает город с шерстами, то ли ураган вот этот Катрина ударила в 2005 году, да так сильно ударила, что... Но, опять-таки, не просто там прошли дожди, там она еще подняла уровень правед. Пират-паб, пиратский, пиратский-паб, ух ты. Ну, это было мне туда заехать к пиратам. Так, правильно я еду? Не правильно я еду? Зелда, что ты молчишь? Она выключилась. Нет, не выключилась. Она выключилась, ты посмотри на нее. Тебе вообще ненормальная. Зелдочка, эй. Зелдочка, эй. Зелда. Каунти-скуэр. Так, тут у нас бензин 2.12. Надо было остановиться здесь, посмотреть, настроить карту правильно. Так, машинка сзади съехала слабо. Вот она мне дышала взад, и мне как-то неудобно даже было медленно ехать. Так, сюда нет. Пожарка отсюда выезжает. Стоит знак, что отсюда выезжают пожарные машины. Там, значит, пожарная станция. Так, что у нас здесь? А вот она, пожарная станция. Вот она, пожарная станция. Как правило, сюда на 2 машины. И вот они, пожарные станции, разбросаны по всему городу. С тем, чтобы, вот, в случае чего, чтобы первая пожарка отзывается, которая находится как можно ближе к месту происшествия. Пацли. Конвеншн-центр. Так, мне туда не надо. Зелда, ну ты скажи мне, куда я еду вообще? Что ты молчишь? Вроде нормально, вроде правильно еду. Тут просто пропадает иногда, пропадает связь в таких местах, далеких от цивилизации, будем так говорить. Тут вот маленькие такие деревушки, не деревушки. Ну, опять же, их всех называют сити. Что это за сити, извините? Ух ты, я прям стихами заговорила. Ну, и куда, и куда дальше? Куда ты вообще меня ведешь? Вообще ничего не берет совсем. Ну, куда-то она меня ведет. И пишет мне еще 39 минут. А куда же 39 минут? Это за 39 минут я могу еще до Майами доехать. Странно, да и негде остановиться. Негде остановиться, чтобы нормально посмотреть на карту без дороги. Потому что тут 55 миль в час, но я, конечно, еду чуть-чуть меньше сейчас, пока смотрю на карту. Не остановиться. Просто так вот на трассе останавливаться нельзя. Сзади меня машинка, вон какая-то едет. То ли она бензин везет, то ли что. Что-то дырочки у вас на дороге, интересно, извините. Странное дело. Срочно надо замазать. Так, 55, ну я иду 60, понятно, я делаю. Ты за мной не гонись, э! Такой громадный трак с бензином, наверное. Или с керосином. И прямо он мне, это, дышит взад. Сейчас я тебя пропущу. Да что за дырки такие, э! Ребята, мне это не нравится. Мне это же что-то напоминает какую-то другую страну. Не будем показывать пальцем. Не будем показывать пальцем! Просто где-то в лицо заблудилась. Еду, 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 еду. Так что бояться Флориды не нужно, конечно. И когда иногда люди просто преувеличивают, как насколько тут жарко. Просто люди преувеличивают. Ух ты, мотоциклист какой стоял. Ну, как бы, настоящий мотоцикл, а на нем фигурка такая была, пластиковая, по-моему. Так, 45 миль в час, residential area ahead. 45, 45 миль в час, все, согласно. Джорджия стрит. Джорджия, это Грузия. У нас есть своя Грузия здесь. Джорджия, штат Джорджия. Или штат Грузия. Вот тут, что ли, мне где-то остановиться. Ладно, это жилые дома не будут здесь. Ну, где-то магазинчик у вас тут какой-то есть. Или, я не знаю, хоть что-то у вас тут есть. Это что, опять медведи переходят дорогу? Опять медведи переходят дорогу. Вот они, на желтом знаке. Медведи у нас, конечно, тут пруд, пруди медведи. Крокодилы, эти аллигаторы, так называемые. Кого только тут нет. 45 я еду, 45 так я еду. Да, конечно, богатейшая, богатейшая земля. Плодоносная почва, несмотря на то, что тут сплошной песок. Все это растет на песке, но, тем не менее, все это растет. Вот одно растение вырастает, обнимает другое растение. Из этого растения третье растение. И пальмы все, и деревья какие-то. Да, вот эти вьюнки, перевьюнки, и лианы, и чего только здесь нет. Казалось бы, тут не чернозема. Как я сказала, почвы никакой нет. Тут сплошной песок, кругом белый песок. И вот на белом песке, вот этот белый песок покрыт такими вот лесами. Вон, сколько на стволе, сколько вот этих всяких вьюнков. Ствола не видно, как будто в платьичке где-то дерево. Я надеюсь, я правильно еду. Сейчас я еду куда-то вообще в сторону. Нет, мне надо где-то остановиться. Срочно. И давно уже чувствовала, что надо остановиться. Я уже почти до Дилэнда доехала. Боже мой, как я далеко уехала, потому что не работает. Но сервис. Не работает. Ай-яй-яй-яй, как далеко я уехала. Ну, поехали назад, что делать? Или уже где-то здесь вернуться? На 44-ю выехать. Не, до 44-й далеко еще. Ай-яй-яй-яй-яй, как далеко я уехала. Ну, поехали назад. Фуф. Ай, господи боже мой, 19-е. Это надо так? Ну, потому что нахожусь... Ах, святая. Эта песня хороша, начиная с начала. Поехали назад. Я, наверное, миль 30 промахнулась. Все потому, что телефон не берет здесь. Как они тут вообще живут без интернета, я не знаю. Во всяком случае, мой интернет на телефоне не берет. Посмотрим, сколько миль мне ехать назад. Вот я сейчас слежу. Включила карту без навигатора. Навигатор есть, но не показывает. Но я вижу все равно по карте, где моя машина находится и где она движется. Да, хорошо, я промахнулась, конечно. Говорю про ураган. 145-миль в час. Поехали на правильную дорогу, это 439-я трасса. А я еду вот в 70 миль в час, а то и в 80. Кругом опять пошли фирмочки. Видно почтовые ящики на каждую фирму. Но стоят у дороги. Так, через полмили поверну налево. Опять вот, как написано, что могут переходить дорогу на ездики, на лошадях. Так, где, где, где? Ты же мне там сзади сказала развернуться. Я повернулась и уехала на 10 миль туда и потом 10 миль обратно. Где? Где тут лэфт? А еще? Ну, поехали. 35-миль в час. Окей, поехали. Попробуй только меня куда-то не туда. Вид лайф-кроссин. То есть могут переходить дорогу утки и дикие животные всякие разные. И оленьки, и олени опять, и все что годно. Ну, поехали, ладно. Поехали. Do you see what I mean? Ну, давай посмотрим. Где? Где повернуть налево? О, готово. Вот оно. Континью 3 миль. Дянька, что ты ходишь по дороге? Э! Дянька. Молодец. Молодец, я тебя немножко объехала. А это 424. Ой, сколько коров. Сбоку вот там вот в тенечке стоят. И бычков, и коров. Это собака ходит или это олень? Собака. Иди, еще одна собака. Что вы тут делаете, а? Домой идите. Что-то городок, не знаю, опять какой-то лейк. Сад. Вот написано S.O.D. Это продают траву. Она как коврики. Она срезана прямо вместе с почвой. И прямо такие небольшие коврики. Но обычно стоят 3,90. Ну, от 1,99 до 3,99. И вот эти коврики вы покупаете, вы стилаете себе прямо на свою почву. Положили. И там, как я сказала, уже под травой, в корешках тоже немножко почвы есть. И надо 10 дней хорошо поливать, чтобы она прижилась. Так, тут уже 55 миль в час. Вот они готовятся к ремонту дороги. Вот эти штучки по обочинам стоят. И вот эти флажки приспущены. То есть уже там написано, что ремонт дороги. Но пока ремонта нет. То есть они готовятся к тому, что вот-вот-вот скоро будут ремонтировать дорогу. Так, а где же, где же это я еду? Если бы я так еще знала, где я еду. Что же за такой населенный пункт, интересно? Рада. Джач. Окей, вон опять лошадкой пасутся. Ой, как все красиво. Да как же все красиво, божечки мои. Шикарные такие дома. Так, 437. Каунти-роуд. Лейк-каунти. Каунти-роуд 437. Окей. Так, стейт-роуд. Нет, каунти-роуд. 437. Тут есть стейт-роуд. Это дорога штата. Есть интер... Интер... Дорога общегосударственного значения. И есть каунти-роуд. Принадлежит именно вот этому графству. Интер-стейт. Пересекаю 44-ю трассу и продолжаю все-таки по 437-ю. Так, пабликс нет, пабликс нет. 45 миль в час. Окей. И сейчас я смотрю, я еду с... С какой стороны? С левой стороны от меня громадное озеро. Это не озеро, а то поля. А цвет такой, как будто озеро. Да-да-да, это будут поля, поля, поля и поля. И больше ничего. Боже мой, сколько, сколько тут территорий. Вот под фермы, под эти поля. Сколько тут еще не заселено. Я так примерно смотрю по карте. Ну, наверное, процентов 30 заселена Флорида. Если не меньше. А остальное все, вот поля. Сорренто. Спринкс. А остальное все, болото, поля. Ой, лошадки, лошадки, коровушки. Так классно. Никогда в жизни не жила в деревне. Поэтому для меня, когда вот... Я когда вот вижу животные пасутся, для меня что-то аж такое. Вот хорошо в краю родном. Пахнет сеном и лошадками. Так, а сколько там было? 45 миль. А мы несемся, а мы несемся. Да, было. Лайк Каунти. Все еще Лайк Каунти. Вон какие поля. Вон какие поля. Безбрежные просто. Так, что там у нас по радио? Давайте про Ураган рассказываем. Так, теперь на 46-ю. Выезжаем налево на 46-ю. И мне уже чуть-чуть от лая. Окей. И мне уже чуть-чуть отлая. И мне уже чуть-чуть отлая. Так, направо. Теперь направо. Да, у нас по 35-ю. На 435. На 435. Да, это самое главное. Старая маша. Так, это почти на 25-ю. Ты спишь что ли? Просыпайся! Наши в городе! Обогнала я ее или обогнала, как правильно сказали. Надо так ездить. Фу, у меня аж кишки все вытаскивают, когда так едем. Аксилда, говори, куда мы едем. Оранж Каунти, ура, я дома! Ура, ура, ура! Оранж Каунти! Так, тут 35 миль в час. Переди строительные работы. Ох, санпас! Куда? Куда ты меня? Какой санпас? О каком санпасе ты вообще говоришь? Ха! Я ж уже на месте! Ура! Я думала, она сейчас меня будет, хочет выводить на скоростную трассу, что мне совершенно было не нужно. Никаких скоростных трасс. Так, я почти уцелена. Так. Фарм и фейд. Четыре леса, кругом леса. Вот он, вес Келли Парк. Шикарный парк. И так и называется Келли Парк Роуд. Офигительное место, конечно. Давно туда не ходила. И Каева, в принципе, замечательно. И Хелли Парк еще лучше, конечно. Очень советую всем сходить. Куда ты прямо перед носом вылез? Ну, что ты будешь делать? Ну, как так можно ездить? Господи, Боже мой. Ну, встанешь. Это линия пустая. Нет, он выехал прямо перед носом у меня встал. И затормозил. А я несусь 50 миль в час. И там еще мужчина за рулем. Ладно, женщина была за рулем. Я бы еще поняла. Вот с правой стороны Open House. То есть новое строительство, открытые дома. Rock Springs Rides. Шарики обязательно висят, привлекают. Поэтому можно туда приходить, смотреть дома, осматривать, ощупывать, все приценяться и все прочее.